здравствуйте вы смотрите журнал дачная жизнь тема сегодняшнего нашего разговора сливочное масло ну точнее не столько сливочное сколько домашнее сливочное то которое вы покупаете на рынке или же делаете своими руками в этом видео я вам покажу как я делаю сливочное масло домашнее у меня закончилось масло ехать за ним в город 40 километров это абсурд покупать его в деревне но это такой же абсурд потому что она стоит там в разы дороже прошедшей зимой она стоила порядка 160 гривен за килограмм гораздо выгоднее купить сливки и сделать это масло самому учитывая что сливки стоят на сегодняшний день литровая баночка сливок 80 гривен а в ней ну где-то около кило 80 грамм сливок если на вес ну и учитывая разницу цене масло и сливок я думаю что это гораздо выгоднее ну вот и попробуем сегодня с вами сделать сливочное масло своими руками и посмотрим сколько ж из килограмма или точнее из литра сливок у нас получится домашнего сливочного масла и так что нам понадобится нам первую очередь сливки еще одна пустая банка весы чтобы взвесить уже готовый продукт миска в котором вы называете желательно пластмассовая или металлическая только без сколов эмали но у меня к сожалению другой нет лопатка желательно деревянная у меня на сегодня тоже деревянная нет поэтому я возьму такую пластмассовую попробую ей работать ну и в принципе все весы вот мы взвесили банку пустую она весит чтобы всем было видно 400 грамм и убираю ставим баночку со сливками здесь было три дня назад я взял литр сливок она была закрыта крышкой пластмасса но вздулась на сегодняшний день здесь мы видим почти полтора килограмма значит кило 400 где-то кило 460 значит получается минус 400 грамм банка кило 60 или 1060 грамм здесь сливок и так приступаем а да забыл нам нужно будет еще или пленка или пакеты куда мы будем выкладывать масло взбитое а в эту пустую банку будем сливать продукты оставшиеся после взбития масла масло будет отдельно жидкость будет отдельно из этой жидкости которая у нас останется мы посмотрим сколько же и останется можно будет что-то печь блинчики ну или еще оладушки хорошо приступаем берем сливки берем ложку вот они сливки густые такие много вздевать не будем берем эту лопатку и начинаем работать вот 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 Наверное надо было охлаждённые сливки, когда я взбиваю охлаждённые сливки, они практически сразу же, знаете, что-то они не были, они не были, они не было, они не могли бы эвакуировать��, они не могли бы обменить пока жидкость не отделяется и масло не сворачивается, но здесь уже процесс это сжать недолго. Кажется, мы цели близки. Вот уже пошел процесс. Вот он, вот он пошел процесс. Вот он, видите, загустело. Масса эта загустела. Это уже масло. Смотрите, какая густая масса стала. Немножко неудобная посуда, да и лопатка тоже. Мы практически уже взбили масло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это масло. Фактически уже масло. Теперь его надо отжать. Вот этими движениями мы отжимаем. Вот она хлюпает. Видите, вот уже хлюпает здесь вот жидкость. Вот она. Ну, мы ее сейчас будем сливать. Вот так вот. Видите, сколько у нас уже здесь сливается. Вот там у нас масло. Вот он. Сейчас мы это сливаем в баночку. Вот здесь. Сливаем в баночку. И продолжаем дальше. Отжимать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять у нас тут собралось что-то. Опять. Сливаем. Так. Ну и дальше. Таким же образом. Таким же образом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перестанет выделяться жидкость. Вот. Видите? Такая жёлтенькая маслица. Такое. Хорошая. Вот. Что у нас тут. Вот. Сливаем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот. Всё это, в принципе, можно уже в пакетик. Так. Так. Берём. И в пакетик укладываем. Такой шарик. Такой шарик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Катаем. Вот он. Такой получился шарик. Вот. Всё. Теперь новую порцию сливок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вес процесс по новой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Банка со сливками пуста. Мы имеем три шарика масла. И то, что осталось. В принципе, у нас безотходное производство. Но сразу вам скажу, что довольно-таки много у нас жижи осталось. Значит, сливки недостаточной жирности. Что мы имеем на весах? На весах мы имеем 700... Ну, где-то 740... 740 грамм, да? 740 грамм. Минус 400... 340 грамм у нас... Уж осталось. Теперь мы взвесим наше масло. Масло. 740, 660 где-то. А, нет. 700 грамм ровно. Вот 700 грамм ровно у нас получилось масло. И давайте же теперь считать. В прошлом году у меня получалось... Сливки были пожирнее. Что у меня из одного литра сливок выходило 900 грамм масла. И сливки были дешевле. Но, если в прошлом году сливки были 50-60 гривен литр... И масло стоило 160 гривен... То, я думаю, в этом году, наверное, зимой будет масло подороже. После переработки одного литра 700 грамм сливок... Получилось вот такое количество масла. Или 1 килограмм 150 грамм. Себестоимость одного килограмма составила... 118 гривен. Это даже дешевле, чем масло, которое продается в магазине. 82 процентное. Так что, есть смысл. Покупать сливки и делать домашнее масло. 100% сливочное масло. Приятного аппетита! КОНЕЦ ФОРТ КОНЕЦ Продолжение следует...